Друзья, привет! С вами интернет-магазин Invicta.com.ua И после прошлого обзора на Imho, неинтересную и скучную модель, здесь у меня прям жемчужинка из старой коллекции Reserv Sobacva. Модель, которая уже давно не выпускается. И, как уже многие из вас знают, я люблю старые модели, потому что, ну, есть в них что-то прям, что-то прям такое родное мне. Может, потому что я начинал с этих моделей. В общем, какая-то у меня ностальгия в связи с этим возникает. Это у нас полностью швейцарская сборка. Это крупные дайверские часы. Давайте я вам покажу их размеры. 52 миллиметра диаметра окружности. От ушка до ушка 61 миллиметр. Толщина 18 миллиметров. Вес 240 грамм. Корпус из нержавеющей стали. В некоторых местах сатинированное покрытие. Оно безеле матовое, как и на кнопках. И есть элементы с зеркальной полировкой, как вот, например, на вот этих металлических вставках на ремешке. Серый ремешок, полиуретановый, мягкий, эластичный, хороший ремешок. При этом он такой толстый. Два фиксатора для регулировки длины. Классическая застежка с гравировкой коллекции резерв. На задней крышке часов характеристики. Водозащита 500 метров. Кнопки и заводная головка завинчиваются. Вообще дизайн, конечно, у этой модели действительно классный. Вот часы в деталях очень прикольные. И размер, то что надо. Закаленное стекло Flame Fusion, устойчивая к ударам. Светлый циферблат. Недавно я делал обзор на модель, в котором был вот этот элемент быка в середине. И вот откуда, в общем, растут ноги. И, по-моему, если я не ошибаюсь, как раз вот с этих часов у Invicta этот элемент и появился. Который похож на голову быка. Значит, здесь у нас светонакопители на стрелках. Не на стрелках, на метках. На стрелки почему-то не стали наносить. Давайте я покажу, как на метках смотрится. Здесь. Здесь у нас стоит для Invicta редкий механизм, в котором есть функции месяцы, дни недели и даты. И все это дело регулируется специальными кнопками, которые находятся сбоку корпуса. Вот эти маленькие кнопочки. Соответственно, мы берем какой-то острый предмет, типа ручки. И вот нажатием на вот эти кнопки, например, сейчас я меняю дату. В часах простой секундомер-хронограф. 30 минут 60 секунд. Читаемость часов, конечно, слабенькая. Слабая читаемость. Очень сливаются стрелки. Светлый циферблат. Какого-то контраста конкретного нет. Но это все дело привычки. Секундомер-хронограф запускается с таким легким щелчком верхней кнопкой. Верхняя останавливается, нижняя обнуляется. В правом верхнем циферблате, который реализован в виде диска, идет основная секундная стрелка. И у нас здесь одно положение крайнее. Вот в нем по часовой стрелке устанавливается основное время. Давайте я померю часы на свою руку. Вот так они смотрятся на моем запястье. 18 сантиметров. Модель мне очень нравится. Вот несмотря, что она такая большая, крупная. Но они классно смотрятся. Они реально крутые. Вот это та инвикта, которую я люблю. За которую мне прям не стыдно. И по итогам. Ну по итогам я уже в принципе все сказал в процессе. Да, эта модель немножко дороже той инвикты, которая сейчас. Совсем немножко. Но эти часы того стоят. Эти часы того стоят. Если вы хотите вот прям настоящую, классную, качественную инвикту. Я вам очень рекомендую вот эти часы. На этом заканчиваю обзор. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчики вверх, если видео было полезным. Всем хорошего дня. Пока. Пока.